Это проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Жители поселка Тужа повторили сценарий боксерского поединка между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Почти все как в Лас-Вегасе 24 года назад. Только Эдуард и Михаил слеснулись ночью после закрытия местного бара. Одному не понравилось поведение мамы оппонента, второму дерзкие претензии соперника. Как все развивалось и чем закончилось, смотрите далее. 1 мая двое жителей Тужи отметили максимально нескучно. Даже после закрытия местной дискотеки сельчане вышли на улицу и продолжили веселье. Лозунг «Мир, труд, май» правда поддержали не все. Эдуарду не понравилось поведение женщины. Причиной драки были непромерные действия женщины, матери второго участника драки, которая оскорбляла и применяла физическое воздействие по отношению к другим девушкам. Сначала спор с женщиной, а потом с ее сыном Михаилом. Молодые люди решили отойти в сторону для разговора с глазу на глаз. Но одними словами дело не закончилось. Драка была спровоцирована не мной, что подтверждают свидетели. Это кадры со следственного эксперимента. Обвиняемый Михаил рассказал, что после рукопашного боя драка перешла в портер. По словам молодого человека, Эдуард использовал нечестный прием пальцем, давил ему на глаз. У меня голова уткнута была, он давил, я вошкался, 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 голова отпустилась, я его резко укусил за ухо. Я вот кусаю тебя здесь, ты это отпускаешь, тебя от меня вырывают и ухо сцес у меня. Второй участник боя Эдуард пояснил, что Михаил схватил зубами его за ухо и не хотел отпускать. Примерно вот так вот, и в итоге как получается, видимо я ему за глаз когда схватил, вот так вот держусь, пытаюсь от него отцепиться и в какой-то момент уже отпускаю опять, опять пытаюсь встать и вот тут я уже чувствую, что меня откусили. По словам Эдуарда, после вырванного уха Михаил зубами чуть не откусил его палец. Он мне палец прокусывает, я резко отдергиваю и поднимаюсь. Оторванное ухо кое-как зашили медики, вот что осталось после укуса. Эдуард написал заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью. После расследования полицейские сделали вывод, в возбуждении дело отказать, якобы Михаил откусил ухо, обороняясь. Потерпевший обратился в местную прокуратуру, но и там согласились со следствием. Я считаю действия следователя и прокурора несправедливы по отношению ко мне, так как они не берут мою версию произошедшего во внимание и не учитывают показания независимых свидетелей. Изувеченное ухо уже не восстановить, считает Эдуард, в то время как Михаил отделался лишь ссадинами. Потерпевший намерен обратиться в областную прокуратуру и добиться своего возбуждения уголовного дела за тяжкий вред здоровью. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok